всем привет сегодня мы опять на моем бездонатом аккаунте будем делать обзор обзор у нас сегодня будет на арену вот такой вот сборочки с огненной защитой 8 8 ног я сразу спросит зачем было качать этот бесполезный талант ну я вам скажу так в ходе многих тестов огненная защита для меня считается одним из топовых талантов на пвп локациях также он очень хорошо себя проявляет на защите на битве гильдий ну конечно если у вас есть хороший психо щит даже если его и у вас нет героя с огненной защитой в атаке намного круче любых других героев почему именно огненка там они бастион не бог войны не каменная кожа ну кто смотрит как я прохожу битву гильдии героями с огненной защиты эти уже наверное ответ знают сам по себе талант отражает 45 процентов наносимого вам урона и так как рину он танк жизни у него сейчас покажу грубо говоря 400000 но это так показывает не точно скажем так и плюс он себя сам хилит этот талант для него вообще заходит только так на всех причем локациях на десятом уровне герой восстанавливает 210 процентов от атаки каждые 0 5 секунд в течение 12 секунд куда он 14 то есть фактически 2 секунды он себя не хилит все остальное время у себя хилит плюс он наносит 1500 процентов от атаки это тоже очень немало таким героем хорошо ломать заборы это я вам попозже покажу поставлю ему ремочку он у нас будет сегодня вот такой вот сборочки с ангелом для защиты также на нем будет 5 сет утекания потому что многие когда видят когда я ставлю 5 психо щит начинают возмущаться вот не у всех он есть то без проблем потестируем вот таким вот составом будет в кубке жизни снаряжением у меня стоит победный выпад он дает еще 25 процентов атаки и отражает 15 процентов входящего урона то есть мы фактически будем отражать 60 процентов урона так созвездие он у меня на ролин на уклонение как и все практические герои также станем стоит там 5 крит его вполне хватает чтобы он еще наносил крит ну что давайте протестим его в райт кинем посмотрим сразу же как он себя покажет так ну вот наш первый соперник думаю тут мы без проблем сейчас затащим смотрим видите да он сразу уже сжирает всю энергию практически но видите сами отражалку по 27000 обычным ударом отражают если сейчас дед мороз зарядится то он сам себя вот видите да как он сам себя убивает постепенно у нашего арена там полоска практически не сдвигается герой очень универсальной очень хороший на арене на забытой битве на атаке фартов на битве гильдий кто любит потрошивать но вот против нас хранитель медуза купидон ну тут могут могут затащить до молчанку кинули убили короче за файл весь обзор можно сворачиваться ладно давайте дальше давайте тут нападем вот он включился смотрите на забор забора просто нет 178000 у него урон это при том что он как бы не на домах собран вот был череп против нас горгул но убили толпой конечно убьют если ему даже того же щас кинем просто в помощь выражая он в пачке вместе с ним ну просто реально тупо стоит давайте тут этого кинем и тут вот выражай будет у нас увидите да сейчас вам не так проседает против пачки как как раньше просто два героя сейчас могут затащить полностью против нас такой же рина 200 уровня стоит хранитель стоял новый ну вот и все просто бешеный состав ну ладно мы тестируем одного героя не двоих сейчас посмотрим еще его в рейдах но забор им ломать просто чудесно если поставить пятую ремку чтобы сразу ломал и бадета вот как сейчас эту лица к зданию ну без проблем смотрите череп анубис давайте посмотрим если череп нас сейчас включится не убьет сможет ли он анубиса один на один затащить отхил видите да то есть он все время себя хиляет по чуть-чуть плюс конечно у нас стоит ангел он дает защиту но там тоже героя как бы не слабенькие вот он остался один на один против анубиса причем анубис нас дебафит плюс на нем стоит огневик так но тут ты ковка сейчас нас может всех героев разогнать нет она не успела этого сделать дальше хранитель анубис видите какой эффект от огненной защиты смотрите на тень она сама себя убивает то есть они там наносит урон ну дополнительно они получают еще очень немалую обратку от таланта вот анубиса нет остался у нас хранитель тень хранителя себя за два удара сносит все просто одним героем развалили пачку честно говоря рад такой сборки рад что вкачал первым именно его не бастион бастион там по урона конечно будет неплох и стоять тоже будет неплохо но именно вот эта сборка очень радует урон видите сами да там в районе 200 тысяч вылетает этого вполне хватает давайте сейчас ему поставим пятую ремочку рунами покажу вам как он хорошо сразу же ломает забор найдем расту подходящую он даже в принципе пусть будет такая расстановка он сразу же включается смотрите что с забора но конечно единственный минус он сразу же здание сносит это большой минус для него но и тут сейчас нас несут у нас не утекания нету скорее всего у нас тут ироне ну стоит довольно таки неплохо против пачки дин если был бы еще кто-то думаю с выражаем даже тем же самым он бы затащил без проблем давайте найдем какую-то расстановку топа раз все у всех очень модно как и у меня тоже стоит вот такая вот расстановочка посмотрим может здесь такая же да такая же вот так вот вы можете его просто кинуть здесь боку ай-яй а нет все равно вот видите что он сделал просто забежал от базы конечно снес но давайте поставим выражая в помощь он сразу же даст баф он тоже на ремке самое главное чтобы выражаю энергию не снимали он будет его подхиливать вот они правильно побежали выражая чуть-чуть не туда побежал сейчас конечно его убьют без выражая будет очень плохо ну видите другого и но он без проблем снес ну и отхила у него сейчас нету столько но смотрите на некраса некрас просто сам убился об его щит ну не знаю хватит сможет затащить посмотрим конечно такое прохождение на битве гильдии опасно но мы только использовали два героя и против нас там стрелок по чуть-чуть ушатывает вот тут у нас внизу остался стрелок да тут конечно нас несут но допустим даже так девяносто восемь процентов вы просто здесь выпускаете там или были летающего кого-то героя все сто процентов у вас участвовало там два героя имба ребята вот это имба многие там пишут вот огненная защита хрень да ни хрена это не хрень если он сам вы стоял против скольки героев и в нем просто тупо убился на крас это о чем-то уже говорит давайте его вернем в обратное состояние посмотрим что у нас на арене ну вот можете тут посмотреть так тут конечно они воюют вот здесь по моему он нападал вот он нападал по центру тут стоит рено конечно тут стоит и хранитель тут стоит но сама суть что рено здесь танкует смотрите что он делает он основной массовый дамагер во время как анубис бьет кристалл и некрас тоже бьет кристалл он просто здесь раздает всю пачку так давайте давайте на халка нападем настройки если конечно он опять не менял там защиту любитель поменять последнее время защиту сейчас мы можем просто застрячь мы посмотрим вот против против нас там бронин ронин сам себя убил некрас правда убьет по моему анубису они идет по моему на красу ну пусть бьет так что там не проседает они вот так пачки могут долго стоять конечно я краса свалить очень сложно точности не хватает если было бы больше точности в принципе без проблем мы бы затащили ну сейчас посмотрим да затащили видите он тоже вот он бьет бьет в огненную защиту и просто сам себя убивает постепенно по чуть-чуть но убивает этого вполне хватает единственный минус огненную защиту реально блокирует р.с. ну для этого можно надеть психо щит ибо валя может спасать по чуть-чуть по чуть-чуть героя они этого не убьют у него отхил очень хороший получается они постепенно сносят там уже наверху кто там просел хранитель хранитель просел могут все вот вам огненная защита на героях здесь правда в этой пачке тут по моему только у него стоит огненка все остальное с другими талантами ну этого хватает чтобы он нормально стоял давайте на кого еще давайте роль ним так посмотрим давайте на бодрого нападем топ-2 а у него пачки по разным углам бегают сейчас тут кстати могут снести моего аннубиса вы видите да как герои стоят вместе с выражаем вообще нереальный герой для пола по локации топ отхиливает и герои просто стоят как мертвые жизнь не уходит при но постепенно по чуть-чуть себе снимает энергию снимает и по у них герой кайфово раньше я был против этого героя ну как-то так нему относился после того как я начал его вкачивать и посмотрел чем творит реально жесть что-то мы проседаем ничего себе жестко жестко с еще с летим проиграем даже но это ничего не изменит у меня просто в атаке сейчас не все герои полностью выставлен так как должны были быть да сейчас он может меня кстати догнать там этому не воронин да сделаем по другому расстановочку делаем вот так по верху у него никто не идет сделаем пачку на пачку размен на размен попробуем вот так вот кто кого правда герои чуть-чуть разные но видите да что рино творит вот если присмотритесь ронин бьет сейчас посмотрим у него видите какой минус минус 23 минус 23 это он бьет по рино и ну если видно вам хп полностью стоит на месте то же самое не как раз час долбит сюда в ту же самую огненную защиту он тоже сам себя по чуть-чуть убивает ну вот фактически танкует без проси до жизни сейчас заберем 8000 значков почета не знаю правда зачем они мне ну все равно жалко потратили одну попытку на это так хорошо теперь давайте покажу попробуем потестируем его на волне а тут у меня выражай не с тем талантом которые надо так этого убираем рино оставляем ну вот будет один рино поехали давайте его тут какая там волна т попробуем т волну затащить не знаю правда ли он сможет затащить если правда герой будет правильно выходить на волнах на волнах то в принципе без проблем должны затащить главное чтобы он успевал убивать всех наверно тут стрелок конечно здесь я проходил тащить только так а он получается герой ближнего боя поэтому пока он добежит там уже могут здание разрушить давайте возьмем ускорялочку видите да они сейчас будут очень долго это бить даже можем по времени проиграть да даже по времени не успеем но сейчас еще разок запустим если повезет против атланты атланты ему тоже в принципе не страшно он себя хилит очень неплохо тут тоже нормальный заходит будет через него все побегут главное чтобы через него все бежали а и тут сейчас не знаю сейчас могут не успел но четвертая волна наверное тут останется только его таблетка скорее всего да так и есть если вот таблетку заколпают а нет но если сейчас не даст им зарядиться и не снесу дойдем даже до пятой волны одного убил если второго убьет видите да как энергию хорошо снимает да и урон неплохой осталась одна таблетка но думаю все тут уже конечно без вариантов вы видите герой сам по себе стоит без проблем даже эту волну он бы затащил просто здание у нас все убили так в забытой битве он у меня тоже стоит стоит он вот в этой пачке самая не убиваемая пачка почему думаю вы знаете даже если убивает там вольт убивает ведьму остается по-любому он остается некрас остается ну фактически практически всегда выражай эту пачку очень сложно слить так еще какие ему многие спрашивают какие ему ставить ну артефакты думаю вы сами знаете что надо под каждую локацию ставить разные какие ставить ему таланты чарах в чарах ему очень хорошо победный выпад думаю в это только что увидели вот эти все смертные приговоры ослепляющий удар ну в принципе хорош но те удары с к дашкой то есть я сторонник либо победный выпад либо передача энергии снижает это увеличивает атаку на 5 процентов и каждая атака снижает атаку цели на 2 процента на 7 секунд кулдаун 1 но это первого уровня давайте сразу пятого будем смотреть вот так вот увеличивает на 5 процентов снижает атаку цели на 2 ну то есть грубо говоря дает дебаф это тоже ему талантик будет хорош очищающий с к дашкой так себе вот у меня два это первый то что я вам показал не раскаленный доспех это два для него самых топовых тут получается плюс на максималке 25 процентов здоровья также наносит сто процентов урона вокруг него думаю этот либо тот либо тот талантик вы сами знаете это два топовых таланта лучше всего оставить допустим мастера клинка тамплиера перомага ну так себе честно говоря их очень быстро снесут вот что еще какие ему роли созвездия по созвездиям ну по созвездиям лучше всего конечно это уклонение также можно собрать его на жизнь то есть если он у вас там с бастионом но лучше всего для пвпшных героев таких как он это уклонение плюс крит то есть раз через раз крит будет проходить так 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 по питомцам что можно ему ставить по питомцам по питомцам хорошо ему ангел заходит хорошо ему слоник заходит он будет вне стана будет очень хорошо стоять хорошо карасик ему тоже будет неплохо также дракончик кулдаун две с половиной забирает 50 процентов энергии вместе с его талантом это будет реально очень круто игру я просто тупо не буду заряжаться если вы здесь еще поставить и корку я тестировал раньше с коркой тоже очень неплохо получается просто будет сам выносить все пачки если конечно его сразу там под молчанкой не убьют ну думаю вот и все такой вот у нас был сегодня обзор на рину надеюсь вам понравилось пишите в комментариях какие вы хотите увидеть обзоры каких героев в принципе постараюсь делать обзоры почаще сейчас будет больше времени ближе к зиме работы слишком много буду вам показывать героем на топовой прокачки потому что я не люблю там тестировать герои если он не докачан люблю уже когда он вкачан в потолок тогда уже интересно его протестировать показать все всем пока